Новые детали в деле о поджигателях нашей редакции. Вернее, новое лицо. Отчаявшись дождаться результатов расследования от правоохранителей, журналисты подробностей решили часть их работы взять на себя и стали анализировать видео захвата нашего здания. Есть оно и у МВД, но мы, очевидно, изучаем его внимательнее. Сегодня мы идентифицировали, кто из поджигателей забыл после поджога куртку и установили. Это не первая вылазка данного субъекта на радикальные акции. Вот, посмотрите. Вот видео с наших камер наблюдений. На этих кадрах группа поджигателей на пороге. И вот, обратите внимание, сейчас на человека, который забегает в здание вторым. Примечательная черта, он выше остальных, белая обувь и черный рюкзак. Вот снова он уже в здании второй. Эти кадры из подвальных помещений НИСа. Вот этот человек уже без каски, но все с тем же рюкзаком и в белой обуви. Тут он уже на пороге. Без куртки, но все с тем же рюкзаком и хорошо видно его лицо. На видео с телефонов наших сотрудников можно заметить, как похожий человек уходит через боковые ступеньки. А вот снимки сблокирования радиошансон 13 сентября. Мужчина рядом с небезызвестным Алексеем Сердюком, активистом партии «Братство», очень похож на человека, которого засняли наши камеры наблюдения. Его лицо здесь тоже хорошо видно. Хотим сказать, что все эти вещи, курточку и каску, мы нашли в нашей студии и передали правоохранительным органам. Ждем от МВД идентификации этого человека и его задержания.